давайте мы сейчас с вами на эту тему на все эти темы поговорим и в целом я понял запрос что нужно в принципе разобраться с моделью берд с тем как она отличается от elma поговорить про какие-то маленькие тонкости использования и так далее давайте тогда со всем этим разберемся и начать я предлагаю с формат теста потому что он коротенький b потому что тут красным вспомним с вами self attention и постараемся понять чем там дело так что же в этот раз по self-attention у нас уже пониже энтропия так еще раз у нас есть курики и value query говорит откуда мы смотрим ки куда а value что мы в итоге там видим только и всего и зачем нужно помнить что это что означает ну во первых он так проще статьи читать какие-нибудь будет во вторых на самом деле главное понимать концептуально что у нас есть три различные скажем так представления для каждого элемента последовательности которые выполняют собственную роль query откуда ки куда value что это просто три различные скажем так функции которые они несут выполняют поэтому имеет смысл использовать три различных векторных представления они одно на всех как допустим было когда мы с вами говорили про какой-нибудь декодер энкодер attention ну потому что там у нас после состояния декодера было курии о состоянии энкодера было и киевал я одновременно тут мы стараемся от этого таки с этим я думаю уже вопросов нет правильно те кто случайно промахнулся у вас есть какие-нибудь вопросы прием 321 хорошо наверное вопросов нет двигаемся дальше есть блеу и проблему простой вопрос нам нужно или не нужен человеческую разметку чтобы его использовать ну вообще говорят да нужно потому что блеу краски сравнивает качество перевода человека и качество перевода модели и минус блеу в том что человек может перевести текст 10 разными способами ввиду того что мы не можем собрать как правило 10 различных типов переводов хотя во многих децентка раз и множество переводов присутствие пять штук поэтому блеу может расстроиться и не учесть хороший перевод как хороший потому что референсный был просто-напросто другой когда он достаточно сильно рисковая модель она умеет оперировать и с различными синонимами и перестраивать предложение сохраняя смысл вот блеу это дело не учитывает но с другой стороны работает достаточно хорошо лучше чем условная кросс на тропе или word array где мы просто читаем количество угадных слов на тем вопросы были какие-то 321 хорошо едем дальше позиционал кодинг позволяет нам учитывать позицию слов в предложении замечательно работает с позициями любой адекватной длины но опять же если он основан на синус и косинусах то да замечательно если наши функции которые позволяют этим бейдинг строить то так работает и позволяет рисовать красивые картинки ну да тоже почему бы нет я думаю тот ноутбук про позиционал кодинг который был в неделе 4 достоин того чтобы его упомянуть и последняя часть beam search может работать только с длинными с последовательными одинаковой длины и без нормализации длинные гипотезы будут получать более низкие скоро чем короткие подскорами мы имеем ввиду именно как его называют правдоподобие логарифм правдоподобие ну тут ответ нет и да в принципе по распределению ответов краски тоже это можно видите и зачем я обращаю внимание на beam search как правило beam search это такая очень популярная история если вы используете какие-то модели которые генерируют вам последовательности поэтому если у вас позволяют ресурсы воспользоваться beam search чем идея достаточно хорошая и нужно помнить что он должен работать так чтобы не штрафовать более длинный подследователь за то что они длинны так я слышу вопрос или это чей-то микрофон это был чей-то микрофон все в порядке и так почему у нас beam search дает более низкие скорые более длинные последовательности но потому что это сумма логарифмов величин меньше единицы это отрицательные величины чем долинеет тем больше отрицательных величин мы просуммируем тем меньше скоро мы получим логично вроде логично хорошо это было совсем чуть-чуть вопросов просто чтобы разогреться на всякий случай и если вопрос вас на данный момент по этой части про вопросы про берд я помню и мы сейчас с вами про них поговорим и да вы видите мой экран правильно just in case да супер тогда давайте поговорим про берд и начнем наверное с элма и поговорим вообще зачем нам понадобилось взять трансформер замечательный и откусить от него или декодер в случае open a трансформера или энкодер в случае модели берд начнем с того что трансформер будучи как бы трансформером просто по названию занимается чем он по сути отображает представление он отображает одно представление в другое короче у нас есть два представления одних данных и он создавался допустим с оглядкой на задачу машинного перевода то есть у нас есть представление данных на одном языке допустим и мы хотим сгенерировать перевод в другой язык почему может возникнуть идея отрубить от него только декодер или только энкодер ну давайте начнем с декодера потому что тут вроде понятно потому что если мы хотим с вами сделать построить некоторую языковую модель, которая будет неплохо описывать условные вероятности появления слова в определенном контексте, то нам не нужен энкодер. Нам нужно научиться генерировать последовательности. Ровно этим занимается в трансформере decoder, потому что он обуславливается на представление из энкодера и пытается генерировать более-менее связанный текст. Он, по сути, прикидывается языковой моделью, плюс обуславливается на то, что энкодер выкопал из оригинального представления текста. Поэтому, если мы с вами хотим построить себе исковую модель, мы можем использовать декодер. И работает он абсолютно точно так же, то есть он просто-напросто последовательно генерирует нам почему она не работает, интересно он последовательно генерирует нам какие-то слова, за счет того, что мы маскируем, предсказываем следующее слово, подаем его себе на вход и авторегрессионно что-то делаем плюс, как раз-таки этот декодер обучается в OpenAI трансформере не только на задачу предсказания следующего слова а на различные подзадачи, чтобы выступать в краске в роли некоторого backbone в роли некоторого фич-экстрактора в задаче работы с текстами. И начинали мы с него ровно потому, что работать с декодером для построения какого-то информативного не знаю, эмбеддинга и предсказания слов как-то привычнее, потому что мы с вами пытаемся построить языковую модель ровно так же, как мы с вами делали с помощью LSTM-ок, а после этого используем краски состояния скрытой или LSTM-ки или нашего энкодера для того, чтобы что-то там описать и дальше использовать этот эмбеддинг. Но трансформер от OpenAI хорош, но в целом он уступает например, тому же самому Берту потому что, или Берту, вот вопрос как бы как его называть, если это имя, то все-таки наверное Берту но, как правило, почему-то везде слышу Берту от разговорящих людей, да и сам в принципе часто этим пользуюсь. Давайте поговорим тогда про ELMA и про Берд начнем с ELMA еще раз это просто та же самая исковая модель, которую вы уже 10 раз видели. Если вы проходили предыдущий семестр, я почти уверен, что большая часть слушателей его проходила, там как раз таки Пушкина, Шекспира, кто-то Эминема генерировал, кто-то Оксимирона. Все это делали как раз таки с помощью тех самых языковых моделей, которые по факту под капотом в ELMA используются. Поэтому там идея простая. Давайте будем использовать последовательность скрытых состояний, которые обусловлены на какие-то слова в виде некоторых векторов, которые описывают это слово обусловлено и на весь левый контекст и все. То есть здесь мы весь с вами видим просто двуслойную одноправленную LSTM. Как сделать это лучше? Добавить к ней двуслойную одноправленную LSTM, смотрящую в другую сторону. Тогда для каждого слова, допустим, вот для этого у нас получается вот этот эмбеддинг обусловлен на левый контекст, в то же время вот этот эмбеддинг обусловлен на правый контекст и в целом мы можем как раз учитывать оба, объединив между собой. Затем был вопрос, почему Элма, почему Берт, не Берт, почему Берт, почему не Элма. Чтобы на него ответить, давайте, наверное, разберем и Берт тоже, а сейчас я сделаю маленькую паузу и задам вопрос все ли понятно или совсем все понятно и надо двигаться дальше. Или есть какие-то вопросы вот по текущему моменту? Вот эти значения, на которые мы домножаем каждый вектор, они как? Тоже учатся? Они учатся, то есть смотрите, multiply each vector by weight based on the task. То есть они, скажем так, подбираются под определенную задачу. То есть у вас, по сути, Элма это что? Это некоторое, как это назвать? Это некоторый эмбеддинг, ой, простите, некоторая модель, которая позволяет вам подстроить эмбеддинг, она вам дает все вот эти скрытые состояния, затем вы из них уже собираете что-то вам нужное. То есть вы можете эти веса просто инициализировать, скажем так, евристически сказать, вот мне кажется, что мне важно обуславливаться, скажем так, более глобально на весь контекст, поэтому я возьму только последний, у него будет вес 11, остальные нули. Или вы можете попытаться выучить эти веса, потому что, а почему бы нет? Или что-то еще. То есть это зависит от вас, как вот следовали, плюс от задачи. Потому что если у вас задача, допустим, классификация тех же самых текстов, то, скорее всего, дообучить вот эти вот параметры на этой задаче не получится, если у вас там 500 текстов всего. Ну, просто-напросто вы переобучитесь, скорее всего, если у вас будет поверх этих эмбеддингов еще какой-нибудь логистический регресс, хотя бы стоять, плюс вы ее саму обучаете, это будет сложно. Если у вас достаточно большой объем текстов, то почему бы не выучить хорошее представление с точки зрения вашей модели? Ну, как-то так. Хорошо? Да. Супер. Ну и как это работает, я думаю, вы уже видели в лекции. Идея абсолютно простая. Приделали к нашим эмбеддингам и можем пользоваться чем угодно, как угодно. В принципе, вам никто не запрещает использовать любые представления для ваших слов, какие бы вы их там не придумали. Главное, чтобы они осмысленные были. Так, ну а теперь давайте поговорим про Берт и в чем отличие модели типа Берт. И как она вообще предсказывает? Во-первых, как она что-то предсказывает? Давайте с этого и начнем. Тут всякие технические тонкости. Давай, давай. Где эта картинка? Вот. Как происходит предсказание? Смотрите, у вас, у всех не вызывает вопроса, почему у последовательности энкодеров на выходе такая же по длине, у стопки энкодеров, давайте назовем стопкой, вот пришла она на вход последовательности длиной, допустим, 512, потому что 512, ни у кого не вызывает вопросов, что на выходе из стопки энкодеров будет последовательность из 512 векторов, которые как-то там описывают весь текст, но при этом каждый вектор, грубо говоря, больше всего обусловлен на собственное слово, потому что мы как бы идем последовательно. Окей? То есть у нас была длина последовательности 512, получил длина последовательности 512, каждый член теперь более-менее обусловлены на весь контекст, но все равно, скажем так, мы на этот контекст смотрим сквозь призму этого члена. Тут вопросы есть? Да нет, все нормально. Это же наоборот хорошо, что для каждого токена у нас теперь представление и для CLS тоже что-то имеется. Да, супер. Это как раз и огромный плюс, потому что CLS это отдельное представление, которое мы еще и выучиваем, скажем так явно, не усредняем вот все, что тут было опять, или не прогоняем через какую-то LSTM-ку, а просто у нас есть отдельный выход, который нам всегда даст, что нужно. А теперь у нас каждое слово, по сути, представлено уже, даже не то, что представлено, у нас для каждого слова построено более информативное представление при условии всего остального. Как на основе CLS обучать классификаторы, решать задачи классификации, я думаю, понятно, вот нам признак в описании теперь, приделали сверху лог-регрессию, все, конец. Или не лог-регрессию, может, это сложные приделы. Как же нам работать с этим с точки зрения языкового моделирования? Здесь, в краске, используется идея вот этой вот masked language model, то есть замаскированная языковая модель, где мы с вами говорим, что окей, у тебя вместо слова improvisation будет слово mask, точнее, token mask. Ты точно так же, мы говорим модели, ты точно так же можешь посмотреть направо-налево, посчитать все любые там attention score, и в конце у тебя получается какой-то вектор здесь, какое-то представление. Оно пока что ничего не знает про то слово, откуда оно смотрит, но оно знает, что вокруг него вот такой контекст. После чего мы говорим, хорошо, вот это представление должно быть достаточно информативным, чтобы мы могли с неплохой точностью восстановить слово, которое там стояло. Что это такое? Это просто предсказание только не следующего слова, а слово, которое стоит здесь. У нас есть векторное какое-то описание, вот тот же самый вектор, вот он тут, допустим, стоит. Мы из него пытаемся предсказать слово. Ровно так же, как мы делали в языковых моделях и везде. Поэтому, когда мы с вами его предсказываем, мы ровно просто используем условно лог-регрессию или там несколько слоев, чтобы что-то получить, после чего обучаем на той же самой кросс-энтропии. Как это обучается? Ну, у вас замаскировано, допустим, 15% слов. У вас есть длина 512, ну, грубо говоря, у вас здесь будет, сколько, 75 слов, замаскированных из 512. После чего вы имеете 75 выхлопов, где вы можете посчитать предсказание, посчитать ошибку и затем прокинуть градиенты, потому что вся эта штуковина все еще является здоровенной дифференцируемой моделью. Обновить веса, обновить все эти матрички, которые отвечают за query value вектора в каждой из attention голов, ну и в целом все. Окей. Ответил на ваш вопрос, как это обучается? Да, это понятно. А вот, по сути, мы этот процесс обучения вот этой нашей потом... Ну, у нас вот процесс обучения регрессии и процесс вот обучения той нейронки, которая потом уже предсказывает слова, они как идут? Параллельно или последовательно? Мы сначала, допустим... Процесс решения задач классификации и предсказания слов. Правильный вопрос понял, да? Да, да, да. Какой момент, какое обучение? Абсолютно одновременно. То есть у вас, по сути, происходит... У вас, по сути, происходит одновременно обучение на двух задачах. Ну, грубо говоря, вот вы взяли batch, окей? И у вас, допустим, в нем... Ну, короче, вы учите на них одновременно. Вы можете учить на них одновременно. Почему бы нет? Допустим, у вас есть предложение, в котором у вас мало того, что 15% слов замаскировано, плюс вы его еще как-то можете классифицировать. Допустим. Или у вас есть два предложения, которые краски представлены, особенно хорошей идеей, типа... Как она называется? Ладно, я не знаю, как она называется красивым образом. Когда мы ставим с вами два предложения друг за другом и говорим, эти два предложения – это части одного и того же или нет? То есть они в одном контексте находятся или нет? Тогда у вас краски вот, пожалуйста. Вот, кстати, классный пример. Вот у вас предложение. У вас тут и замаскировано что-то, и плюс на классификаторе краски вы спрашиваете, а вот эти две последовательности до сепаратора и после, они из одного контекста или нет? Вы точно знаете, потому что вы либо взяли из одного условного кусочка текста эти два предложения, и они об одном и том же. Ну, мы так предполагаем, потому что контекст сохраняется, как правило, свой текст. Либо вы взяли одну из Википедии, другой из, не знаю, из третьего томика ландавшица, и после этого спрашиваете модель. Это одно и то же. Модель говорит, ну, не думаю. А при этом маскировать какие-то слова можно. Да, это понятно. Но вот у нас же для всех замаскированных слов во время обучения и для CLS токена будут свои значения кросс-энтропии. Мы их что, пытаемся как-то складывать, что потом пропагейшн делать? Ну да. Смотрите, у вас, по сути, получилось несколько ошибок. У вас получилась ошибка вот с этого выхода, вот с этого выхода, допустим, и вот с этого выхода. Ну что, вы их просто можете сложить. Вот. А тут как раз такой вопрос. А почему именно мы складываем? Может быть, там нужно усреднять по всем маскированным словам? Ну, то есть... Смотрите, усреднить – это сложить умножить на константу. Да, но это же сильно роляет на то, как у нас будут градиенты течь, если у нас различные соотношения лосов. Погодите, это будет влиять только на амплитуду градиентов, а значение градиентов, если их отнормировать, будут вообще то, то есть те же самые. Если у вас ошибка различается в n раз, то вы просто константу можете вынести отовсюду. Это, слушайте, вопрос, почему складывать, а не усреднять, но на него можно ответить. Нет, нет, нет. Можно усреднить, повысить learning rate. Не в это, сейчас, как вы точнее сказать. Вот у нас на выходе BERT может решать целых две задачи. Первая – это классификация для какой-то задачи, допустим, последовательных предложений, либо просто теггинга для всего предложения, либо предсказание замаскированных слов. Но вот проблема в том, что в зависимости от того, какое отношение между двумя лосами мы сделаем, у нас BERT может обучиться лучше, например, для одной задачи, чем для другой. Смотрите, окей, вот конкретно соотношение между этими двумя задачами надо, наверное, посмотреть в статье. То есть я его так, на самом деле, не помню. Как правило, тут фокус какой? Фокус в том, что, наверное, они должны, к минимуму, уравновешивать друг друга. Почему? Потому что если наша модель не научилась, если BERT не научился быть хорошей языковой моделью, то, скорее всего, качество у него все равно будет так себе. У него должно быть информативное представление вот в этих вот красных векторочках, потому что иначе он просто-напросто не сможет нам строить вот это информативное представление. То есть за счет маскирования мы строим с вами языковую модель. Плюс мы просим ее отдельно нам складывать сюда вот какие-то совсем полезные вещи для классификации. То есть, слушайте, я имею подозрение, что, окей, посмотреть на баланс конкретно в числах надо в статью. Я не помню базу. Но в целом, я бы сказал, что... Ну да, кстати, это логично. Ну и что, за счет твоей языковой модели мы учимся лучше классифицировать. Ну да, в этом была идея, что они как бы сразу мульти-таск-лернингом бьют по двум зайцам. И я подозреваю, как раз, опять же, можно посмотреть на процедуру обучения, скорее всего, начиналось оно с языковой модели, именно, чтобы он хотя бы как научился маскированные слова предсказывать. После чего уже, когда есть какие-то хотя бы инициализированные как-то веса, начинается обучение и на вторую подзадачу тоже. Но просто классификация на основе худо-бедно работающей языковой модели и классификация на основе просто рандомных весов, это, по-моему, две принципиально разные, скажем так, ситуации, с которыми надо по-разному работать. Если рассмотреть какие-то другие sequence-to-sequence-задачи, не предсказание следующего предложения, допустим, а перевод, то там будет то же самое, что они ставятся подряд на предложении на одном языке и на другом, и сделается маска, и потом за счет маски мы считаем лосс. Сейчас, погодите, вы говорите про Берт для перевода? Ну, или Берт, он не работает для перевода. Для перевода, наверное, декодер нужен. Да, смотрите, для перевода все-таки хорошо бы проделать декодер, потому что в этом тогда и есть основная идея. Берт можно использовать в машинном переводе, потому что он, как раз таки, будет вам позволять получить информативное представление именно для задачи перевода, допустим. Ну, то есть вы можете его спокойно так, как раз таки, обучить Берт отдельно на языке, это уже хорошая языковая модель, после чего его приделать как энкодер в ваш пайплайн, какой-то переводчик, хоть к лустренке, хоть к декодеру, и дальше обучаться. То есть, да, конечно, так делать можно. Так. А мы будем рассматривать какие-то модели с декодером? Или только Берт? Мы же ее рассмотрели, трансформер, на прошлом занятии. А, ну да. Ну, смотрите, трансформер краски, это, по сути, задача, модель для машинного перевода, не только даже для машинного перевода между языками, а между любыми двумя представлениями. На самом деле, вам никто не мешает взять трансформер и подать ему на вход какую-нибудь фичемапу с глубокого представления условного реснета и переводить из картинок в текст и заниматься имидж-капшнингом. Более того, мы вам даже опционально такое задание дадим в конце этого семета. О, круто. Потому что переводить можно из чего угодно во что угодно. Вот серьезно. Просто между языками это наиболее привычная, скажем так, задачка для людей, потому что мы с вами это видим постоянно вокруг себя, переводчиками мы пользуемся. Еще раз, BERT хорош тем, что это извлекалка признаков, это фича-экстрактор. Он хорошо позволяет предобучиться просто на неразмеченных текстах, после чего можно приделать к любой задаче. Если у вас есть задача машинного перевода, замечательно. Можете предобучить BERT, приделать ее туда, но точно так же вы можете просто обучить языковую модель на целевом исходном языке, и так это и будет работать, причем мы с вами об этом говорили даже на третьем занятии. Вы можете любой энкодер и любой декодер предобучить на целевых языках, точнее на тех языках, с которыми они работают, а потом совместить вместе и попросить их работать вместе. Да, так можно делать, и да, это хорошая идея. Понятно. BERT, он является каким-то, это не серебряная пуля для всего, но его вполне можно использовать много где, потому что сама постановка того, что давайте-ка мы предобучим трансформер-лайк-модель, все равно обуславливаться, короче, быть языковой моделью, это хорошо, потому что если вы посмотрите на оригинальный трансформер, там энкодер это языковой моделью не является. То есть он учится какие-то представления делать, но у него все ошибки идут именно через декодер. То есть он, по сути, от него полностью зависит. Здесь мы с вами говорим, что давайте-ка из исходного языка самостоятельно сначала научимся извлекать какие-то знания, а потом уже будем обуславливаться еще и на декодер, на целевой язык. Стало понятнее? Да, стало понятнее. Кажется, я просто читала про какую-то модель, которая и энкодер, и декодер одновременно. Т5, что ли, недавно вышла. Вот, просто интересно. Да, тоже трансформер. Т3, наверное. Не-не, Т5, она есть. А, Т5, хорошо. Да, да. Вот. И тоже интересно было бы посмотреть, как она работает и обучается. Слушайте, ну, скиньте ссылочку, можем обсудить с вами, или, допустим, обсудим, не знаю, в пятницу, если получится. Ну, короче, скиньте ссылку в чат, в любом случае, я думаю, всем будет интересно почитать, особенно тем, кто заинтересуется. Делитесь своими находками, пожалуйста, это абсолютно замечательная вещь. Хорошо. Спасибо. Так, ну, и тут, наверное, стоит дать маленький комментарий касательно все-таки BERT или ELMA. Смотрите, если вы хотите получить хорошую языковую модель, которая при этом обуславливается на левой и правой контексте, для каждого слова позволяет на него взглянуть, то, наверное, ELMA – это вещь хорошая и она работает. Но ELMA, основанная на трансформере, по сути, очень сильно похожа на BERT, только там различие чуть-чуть другое, там маскирование используется, которое как в декодере. Ступенчатое. А в BERT мы используем маскирование просто случайное, по сути. Кто где лучше работает, ну, слушайте, я тут могу скорее или предложить всем вместе поискать какие-нибудь непосредственно бенчмарки. Как правило, BERT в качестве извлекалки признаков является стандартом де-факто, ну, и почти во всех задачах, с которыми я работал, я использовал именно BERT-like модели. Но не обязательно сам BERT, то есть там есть куча различных, скажем так, вариаций на тему. Сегодня, допустим, мы с вами посмотрим на DistilBERT, потому что он маленький и нам хватит ресурсов, чтобы его погонять даже в случае чего без GPU. но в целом ELMA это классный концепт, который, как раз, можно использовать, но он, во-первых, чуть медленнее работает, ну, просто потому что рекуррентные модели медленнее, чем трансформер-пэйст-модели просто по построению. И, во-вторых, качество, по-моему, все-таки ELMA уступает BERT, если не трансформер, а трансформер ELMA, ну, каких-то непосредственных сравнений я не видел, по крайней мере, так что я могу про них вспомнить сходу. Поэтому можем посмотреть. Итак, это было достаточно продолжительное, наверное, вступление. И, в принципе, есть ли какие-то еще вопросы, комментарии, пожелания, давайте про них поговорим, а потом двинемся уже к запуску всего этого добра на реальные задачки. А можно вопрос вот насчет маски? Как мы маскируем? Просто нулевой вектор пихаем туда вместо слова? А, смотрите, у вас есть отдельный токен типа MASK. Вот у вас все, что в квадратных скобках это отдельный токен, просто чтобы еще и было понятно, что он на экране нарисован. Так что у вас есть отдельный токен MASK. Теперь вы вместо слова, который тоже является, по сути, вместо токена одного, вы ставите токен MASK и просите модель предсказать, что было на месте маски. Ну, то же самое, как в Word Dropout, вы там вставляли на место слова токен ANK. Типа, я не знаю этого слова. Здесь вы говорите, что это не слово ANK, потому что токен ANK у нас есть в датасете. В словаре мы знаем, как бы, что ANK означает, что наш токенайзер не знает такого слова. А вы говорите, вот на самом деле слово есть, но я тебе его не скажу, сам угадывай. Откройте букву. Как-то так. Окей? То есть просто вы подбрасываете монетку, генерируете себе вектор условно из нулей и единиц, где у вас вероятность выпадения нуля, допустим, 15%, и потом везде, где нолики, заменяете токен на токен MASK. Все. Ну, понятное дело, CLS и под токены вы не трогаете, потому что технические токены их не надо трогать. Кстати, во время лекции было упомянуто, что у нас есть как бы разделяющие токены между двумя предложениями. Так вот, для них мы self-attention MASK заводим как ноль, но, допустим, мы по ним self-attention, ну, просто attention не считаем. хотя, что это, ну, неужели это означает, что мы могли просто там, допустим, даже не учитывать этот separation токен, ну, потому что он и так не участвует в вычислениях никак? Смотрите, он скорее нужен, чтобы правильно структурировать input, чтобы просто было понятней. Потому что, если вы посмотрите краски на вот сегментационную маску, это уже технический деталь, но почему бы и нет, это краски последовательности из нулей единиц, где это, по сути, есть маска ноль, это нулевой сегмент, один это первый сегмент. У вас маска и так несет всю необходимую информацию. Так что, ну, вроде как, да. Ну, кстати, возможно, с ним даже считается какой-то attention, просто толку от него, наверное, мало. То, что обычный attention mask как раз-таки у него стоит, как его, короче, у него можно посмотреть даже поведение по умолчанию, это зависит от реализации. То есть, вы можете с ним почитать attention и почитать для него какой-то вектор вопроса, что в нем будет лежать, то, что предсказывать separation token, это интересная задача, конечно, возможно, она краски позволит, ой, слушайте, но если замаскировать separation token, а потом модель спросить, а где у тебя произошла смена контекста, возможно, конечно, она на это что-то сможет ответить, и даже что-то интересное получится, но это уже какие-то интересные такие подходы, еврестики, можно посмотреть, что из этого получится. это уже некоторые, скорее, инженерные получают такие идеи, в плане, а что если сюда вот это вставить, или вот это, тут, к сожалению, скажем так, комбинаторный взрыв того, что мы можем попробовать, и вряд ли мы сможем перепробовать все, но в целом, обычно разделяются, ну, я бы рекомендовал разделять технические тонки, на которые отвечают именно, которые мы с вами добавили, чтобы структурировать наш input, и то, что находится непосредственно в предложении, где наши данные. Вот. Как-то так. Так, вопросы, комментарии? Окей. Три, два, Пожалуйста, можно в вопросе по трансформеру быстренько задать? Нужно. Пожалуйста. Зачем мы обуславливаемся на кей-вектор этого же слова, из которого мы смотрим на остальной контекст? Хороший вопрос в плане с лингвистической точки зрения сложно, наверное, сказать. А вот с архитектурной как раз таки смотрите, с архитектурной точки зрения на это можно взглянуть вообще под таким очень специфичным углом. Помните, как скрипка ночью на работают, да? Ну да. Ну, по сути, когда вы обуславливаетесь на себя, вы в зависимости от того, насколько другие слова значимы для текущего, подмешиваете их к текущему вэлги-вектору от текущего слова. Вот и все. То есть, если бы вы на него не обуславливались, вы бы смотрели только на, скажем так, ваш query обусловлен на все остальные вектора и вкладывали их в текущее новое представление. А так вы обуславливаетесь и на свое текущее представление, в смысле представление того же самого вектора, и сохраняете его сквозь время, если, допустим, вам не надо его забывать. А иначе бы вы, не обуславливаясь на самого себя, вы бы выкидывали вэлги-вектор из этой самой последовательности, вот из этой самой стопки вэлги-векторов для каждого слова на каждом шаге. Ну, например, так. А, ну да, понял. Спасибо. Так, окей. Еще какие-нибудь пожелания? Очень мне нравится вот эта картинка. На самом деле, ГПТ-3 это, в принципе, непонятное, точнее, невероятное и не очень понятное с точки зрения того, как она повлияет в дальнейшем область модель, но крайне интересная. Хорошо, смотрите, если у вас пока вопросов нет, вы всегда можете задать их и в дальнейшем течение семинара, пока что я как раз хотел бы поморгать вот этой красной штучкой, потому что сейчас мы с вами и воспользуемся дистилбертом в рамках нашего семинара и посмотрим на уже знакомую вам задачку. Если вы уже посмотрели ноутбук, я думаю, вы понимаете, о чем речь. Сейчас мы с вами решим ту же самую первую домашку, которую вы уже решали, но с помощью дистилберта. И посмотрим, насколько хороший корр можно получить, взяв из коробки берт и, по сути, сделав лишь два телодвижения, чтобы извлечь из него какие-то представления и приделав сверху логистическую регрессию. Причем логистическую регрессию можно даже из эскалерного вытащить, а не из Пайтерча, чтобы совсем это сделать, скажем так, на уровне. Вот у меня есть волшебная черная коробка, которая что-то делает, а теперь давайте посмотрим, как хорошо это делать. Что ж, если у вас пока нет вопросов, давайте перейдем к коду. Я предлагаю всем зайти, соответственно, на, опять же, GitLab, или вы можете склонить все себе, потому что, ой, на GitLab, на GitHub, или склонить все в себе, потому что работать, в принципе, GitLab может даже на обычном ноутбуке, благо мы с вами сейчас его не будем обучать. И да, Наталья, спасибо за ссылочки, я их на всякий случай скопирую. Вы их потом скинуть в комментарии, пожалуйста, в Telegram тоже скиньте, ладно? Просто, чтобы они там не потерялись, потому что после того, как у нас семинар закончится, этот чат будет доступен, наверное, только мне, и в записи он, скорее всего, будет отсутствовать. В плане в записи этот чат, возможно, он будет не видно. Итак, давайте я скину прямую ссылку на всякий случай. Я думаю, все, кто хотел, уже дошли. Нам понадобится с вами BERT for Text Classification, там также есть второй ноутбук, у него есть некоторая приписка экстра, которая вам также пригодится, ну, точнее, вы можете на него посмотреть отдельно, и это, в принципе, полезный, скажем так, подход, как посмотреть на BERT уже более здоровенный, более сложный. А сейчас мы с вами воспользуемся краски, моделью типа BERT из просто-напросто PyTorch Transformers, замечательная библиотечка, в принципе, Hagenface, это отличный коллектив, ему, наверное, огромнейший респект, огромное уважение за то, что они делают. Кто-то еще что-то хотел сказать? В целом, можете посмотреть на их сайт и, в принципе, на их наработки, они шикарны, то есть, это серьезно один из, наверное, наиболее таких серьезных вкладов в популяризацию НЛП за последние, там, несколько лет, ну, на всякий случай. Вот их сайт, у них аж 35 тысяч звездочек уже, и в целом здесь есть интересные вещи, как раз, вот тут статья про Distillbert, да, кстати, маленькая ремарка, что интересно, сначала, как раз-таки, основатели, скажем так, люди, которые запустили Hagen Face, занимались тем, что имплементировали большинство трансформеров бейс-моделей и не только языковых моделей на PyTorch и писали, изначально модель библиотека вообще называлась PyTorch Transformers, если не изменяет память, потом они стали и на PyTorch и на TensorFlow или, возможно, в них являлась PyTorch Transformers. Да, вот, PyTorch Transformers, да, тут, видимо, это оно, все правильно. И здесь, что интересно, вы можете поиграть как раз-таки с здоровенными трансформерами просто-напросто из браузера. Это прикольная вещь, которой можно заняться где-нибудь. Например, вот можно взять GPT-2, тот самый, и непосредственно в прямом эфире попытаться что-то написать. Причем вы здесь можете как раз порегулировать качество, типа маленький, совсем большой и так далее. Я, наверное, вам что-нибудь напишу, просто чтобы вы увидели, как эта вся красота работает. И я нажимаю ТАП. with the last part of the, ну и так далее. Короче, здесь он генерирует, конечно, нечто не очень хорошо выглядящее. Здесь можно как-то поиграться, скажем так, с параметрами и, в принципе, заставить его писать какие-то более-менее интересные вещи получалось. Особенно мне на эту тему понравилась, опять же, некоторая самоирония замечательного краски популяризатора науки, в принципе, глубокого обучения и human-centered AI, как он говорит. Так, момент. Прошу прощения. Три, два, один. Я, кажется, заговорился, у меня из головы абсолютно вылетело имя. Давайте я верно посмотрю. невероятно. Алекс Фридман, конечно, все, что-то у меня из головы имя. Короче, замечательный, на самом деле, популяризатор условного искусственного интеллекта. У него классный подкаст, кстати, можете посмотреть на ютубе и как раз-таки в одной из лекций по диплёрнингу. Он в МАКИ рассказывал, собственно, про глубокое обучение. Он, кажется, приводил пример краски вставки из вот этого Right with the Transformers и там вышла забавно, скажем так, немного курьезная ситуация, где он краски спросил, что в чем главный минус Лекса Фридмана и ему сказал в ГПТ-2, что типа Лекс Фридман считает, что он очень много знает или что-то типа такого. Или наоборот, что типа Лекс Фридман считает, что он не знает многих вещей. Короче, это было. Можете с ним поработать, поиграться. Ссылочку я вам скину, но и в любом случае я думаю, вы ее найдете. А теперь давайте все-таки перейдем непосредственно к работе с текущей задачкой. Итак, всем удалось открыть коллап или локальный ноутбук. Проблем с этим не возникло. Все работает, правильно? Нам дайте какой-нибудь, не знаю, плюс. Окей. Да, хорошо. Ага. Супер. Тогда давайте воспользуемся моделью типа Берт. И здесь вы видите ноутбук, который агрегирует в себе, скажем так, множество различных шагов. Это замечательный ноутбук, в принципе. Ссылку на оригинал, опять же, можно найти здесь, ввиду того, что мы живем в век современных технологий. Многие, огромное количество людей делают огромное количество хороших вещей. И мы стараемся как создавать собственный материал, так и дорабатывать материалы коллег, в том числе и из-за рубежа, и также выкладывать их под открытой лицензией, чтобы все могли, скажем так, продвинуться дальше в изучении чего-то. И сейчас мы с вами воспользуемся именно вот таким пайплайном. Возьмем DistillBert. DistillBert просто потому, что он маленький, мы можем его запустить. Можете и BertLarge запустить, если у вас хватит GPU-шки, которая вам выпала на коллабе, то почему бы нет. И пределом к нему логистическую регрессию. Еще раз говорю, логистическую регрессию пределом, чтобы показать, что представление, которое мы извлекли из модели типа Bert, можно куда угодно вообще приделать. Хоть в дерево, хоть в лог-регрессию, и соскалерно, хоть вообще в какой-нибудь матлаб, если вам так хочется по какой-то причине. Пожалуйста. И опять же, ноутбук полностью самодостаточен. Его можно читать и во время семинара, и вне семинара. Я буду скорее обращать внимание на основные вещи. И сейчас мы с вами сначала поговорим про sentiment analysis, короче, анализ оттенка эмоционального на примере отзывов о фильмах. И у нас есть всего два лейбла, позитивный и негативный. Все. Если вы как раз таки работаете на коллабе, то скорее всего у вас все работает из коробки. Если вдруг вам ругается, что не знаю, кто такие трансформеры, вам хорошо бы раскомментировать эту штуковину. И лучше, конечно, переключиться на GPU, если вы хотите ей воспользоваться. А, кстати, можете не переключаться, чтобы увидеть, что даже на CPU это добро работает достаточно неплохо. Что ж, давайте запустим импорт всего, чего можно. Попросим его загрузить данные с определенного гитхаба. Замечательное на самом деле свойство Pandas, которое позволяет ему читать данные непосредственно гитхаба без локальной загрузки. Крайне удобно. Да, в случае чего на коллабе все еще не завезли трансформеры, поэтому хорошо бы их установить, раскомментировав соответствующую строчку. И сейчас мы с вами краски поработаем с этими данными. Давайте, во-первых, посмотрим только на первые 2000 строчек, просто потому, что BERT у нас уже предобучен, а 2000 объектов достаточно нормальная выборка, чтобы обучить логистическую регрессию, которая с небольшим признаковым пространством работает и всего лишь предсказывает нам две метки класса, точнее, кустирует на два класса, 0 или 1. После чего давайте попросим как раз-таки Pystorch Transformers дать нам BERT. Я для удобства перетащу это вот в такой тип форматирования. Мы с вами призываем Pystorch Transformers, где как раз-таки говорим, что пожалуйста, дай нам Distill BERT модель, у которой будет свой Distill BERT токенайзер и краски Pre-Trained Weights это просто-напросто ключик, который говорит, что мы хотим взять веса для Distill BERT Base Encased. Тут может возникнуть вопрос, а как вообще узнать, какие предобычные веса есть и откуда я взял эти значения, скажем так, параметров. Ну, тут, как раз-таки, стоит сказать, что есть замечательная страничка у Hagenface, где можно увидеть все то, что они здесь придумывали. Интересно, это можно как-то белый свет переключить. Docs, 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 Docs. Модели. Можно Вики открыть в этом репозиторе. Возможно, в Вики этого репозитория есть что-нибудь. Да, вот Вики это хорошая идея. Трансформерс. Ну, короче, все модели, которые у них есть, можно найти здесь, плюс у них есть Википедия с доками и со всем полезным. А, вот, Hagenface slash transformers. Ну, вот, да, оно просто. Нет, на X1. А, и вот это тоже. Короче, если вы скинете ссылку, будет супер. Я несколько заблудился в этой штуке, потому что... А, вот оно, конечно, вот они все. Спасибо, наконец-то. Давайте я тоже скину ссылку. В случае чего, у вас здесь есть куча просто моделей, куча гайдов, куча всего, как его использовать. Почему я специально говорю про эту библиотеку так много? Потому что для англоязычных, скажем так, вообще для нерусскоязычных текстов это, наверное, главное, одна из главных точек, где сконцентрировано огромное количество информации и откуда можно взять кучу всего полезного. Да, кстати, вот T5, про которую вы как раз говорили. Понял, хорошо. Надо посмотреть. В целом, тут есть огромное количество моделей, причем есть различные маленькие модели, типа MobileBird. Вы можете увидеть, как раз, кучу различных реализаций для всего, типа For Question Answering, For Token Classification, Multiple Choice, Sequence Classifications и миллион всего прочего. И здесь, как раз, вы можете увидеть почти все модели, которые есть. Вот мы воспользуемся DistillBird. И здесь, можно увидеть, что из него можно вытащить. То есть, есть просто DistillBird Config, и вот у него как раз-таки есть условно DistillBird модель, у него есть предубличные веса где-то. Вот, как раз-таки, From из предобычного. Вот мы можем увидеть, как раз-таки, какие они есть. Для любого там какого-нибудь другого трансформера типа электро, вы можете точно так же найти, как называется, предобычные веса. Поэтому, чтобы найти, где что-то предобычное валяется, лежит, пожалуйста, зайдите в доки и почитайте. Да, доки могут выглядеть как какие-то огромные, но это, наверное, хорошо, потому что это огромные реально доки, в которых можно найти кучу всего полезного. Для тех, кто жаждет, скажем так, сразу пойти на уровень выше, можете вместо маленького DistillBird воспользоваться обычным Бертом, как раз-таки, просто раскомментировать эти строчки. Но я воспользуюсь маленьким, просто чтобы это все работало быстро и эффективно. И еще раз, обращаю ваше внимание, вот вы видите три объекта, это Берд, это ВИСА для модели Берд, точнее, ключ, по которому они как раз-таки скачаются, и это Токенайзер. Еще раз это повторю, я это буду много раз повторять, каждая вот из этих моделей при обучении использует уже какие-то сформированные каким-то токенизатором токены. Чтобы вы могли использовать предобычные модели, вы должны использовать тот же токенизатор, потому что, по сути, это словарик, который отображает вам из оригинального текста, точнее, даже не словарик, а отображение не тот Токенайзер, то все может пойти не так. Причем, особенно, может пойти не так, если они похожи между собой, на допустим, там разный Word, WordPiece, скажем так, используется. различные разбиения на вот эти маленькие последовательности, по сути, некоторые вариации на тему морфем. Так что, хорошо, давайте теперь воспользуемся токенизатором и краски посмотрим на то, как наши данные были токенизированы. Во-первых, я предлагаю сразу посмотреть на вот наш там батч 1.0. Вот он. Давайте сразу посмотрим на нулевую последовательность. Вот какая-то последовательность, которая у нас есть. И давайте посмотрим сразу, что происходит при токенизации, просто чтобы мы с вами понимали, как на работу под капотом. Ну, делается это достаточно просто. Code. Штука. И заметьте, здесь как раз есть побежь доки, почитать я оставлю на откуп вам, скажем так. Здесь огромное количество параметров. Здесь специально, обращая ваше внимание, можно краски добавлять специальные токены, которые мы сейчас и будем добавлять, а можем не добавлять их, и это достаточно логичная идея. Допустим, вот как теперь выглядит наш токенизованный, наша последовательность после токенизации, и можно попытаться даже ее восстановить обратно. Вакап, допустим, 101. Так, окей. Короче, вы можете краски видеть, что здесь есть различные токены, и в принципе, восстановить из одного другое вы точно так же можете, в случае чего. Поэтому мы с вами видим, что вот мы добавили специальные токены, если их не добавлять, то последовательность станет короче, по той же самой причине, потому что тот же самый токен CLS, допустим, у него индекс 101, ну и так далее. И вот мы с вами это и видим. CLS СЕП, краски, является еще и токеном по сути конца строки в данном случае, или конца последовательности, потому что мы все это обернули. И после этого мы с вами можем работать уже предобычным бертом непосредственно в том самом виде, в котором нам нужно. Зачем нам нужен CLS токен? Ну, если мы с вами хотим использовать вот CLS output, нам нужен этот токен. Если мы с вами просто хотим получить представление коротки для всех наших токенов, которые есть в нашем тексте, некоторые векторные представления, некоторые мбаддинги, то нам не нужны никакие технические токены, потому что, а зачем? Мы можем от них избавиться и чуть-чуть сократить себе количество операций, которые будут производиться под капотом. И, во-вторых, хочется сказать про паддинг, про него мы уже говорили с вами много раз, но и Берт, и все остальные модели умеют работать только с данными, скажем так, фиксированной размерности, поэтому, если у вас последовательности различной длины, то вам придется их падить до одной и той же длины, чтобы собрать воедино внутри одного бача. Если же у вас последовательности сильно разнятся, то лучше их или положить в разные бачи, потому что иначе у вас будет много подтокенов и это не очень эффективно с точки зрения внутренних вычислений. Даже при всем при том, что при указании Attention Mask можно игнорировать подтокены и не считать с ними Attention. Ну и опять же, поэтому, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задайте. Ввиду того, что мы с вами занимаемся паддингом еще с момента десятого семинара в предыдущем семестре, я думаю, здесь уже более-менее понятно, что происходит. Тут, наверное, стоит задать вопрос, как дела с первой лабой и удалось ли уже поработать с как раз-таки торч-текстовыми загрузчиками, которые позволяют автоматически группировать все воедино. Ну, тот самый бакет-оттератор. Возможно, кто-нибудь даже провел сравнение по скорости из интереса и может похвастать чем-нибудь. Как дела с первой лабой? Я первый пункт вроде доделал. Первую, первую новую. Это который анс-перваист? Да, где перевод. Понял. Ну, самое время приступать на самом деле ко второму, потому что там краски супервайз, перевод, и у вас есть шанс построить свой собственный переводчик для пары английский и русский язык, что, в принципе, крайне классно. Вы можете его глазами валидировать, что радует. А в первой лабе в первом ноутбуке в конце там написано «Поиграйтесь с переводом со своим» и там что нужно сделать? Если вам предлагают поиграться, то я думаю поиграться. Хорошо, в процессе семинара я посмотрю специально, что там написано, чтобы дать точный комментарий. Ноутбук составлялся достаточно. Дедлайн не завтра, не завтра. Что такое первая лаба? Ну, слушайте, на самом деле я бы рекомендовал обратить на него внимание, хотя бы потому, что в принципе она выдается так рано, потому что хочется, чтобы вы попробовали различные подходы и когда вы только-только узнали про сверочные сети для текстов и про краски нейромашиноперевод, то есть после третьей лекции вы уже можете неплохо решать это задание, а после этого хочется посмотреть, удастся ли вам достичь лучших результатов с использованием трансформера, Берта и так далее. А, ну смотрите, вам предлагается возможно попробовать как-то доработать машиноперевод, тут как бы прокрустов подход используется, но вы можете поработать с теми словами, которые отсутствуют в словаре, как-то попытаться от них избавиться или как-то их обработать или что-то еще, возможно сделать что-то еще или попробовать другой эмбеддинг и так далее. То есть вам предлагается именно поэкспериментировать, скажем так, потому что у вас есть условно механизм, который работает, возможно вы можете сделать его лучше. То есть экспериментировать нужно именно с эмбеддингом, правильно? Ну или как вам там предлагают, или с тем, что делать со словами, которые не попали в словарь. Это тоже отдельная проблема, которая достаточно жестко стоит, потому что их может достаточно много. Окей? Окей, но из того файла, в котором те слова, которые не попали в словарь, мы, понятное дело, эти слова брать не можем. Погодите, у вас слова, которые не попали в словарь, так вам известно, потому что у вас есть эмбеддинги предобученные, и они просто не определены для некоторых слов из ваших текстов. Да, то есть эмбеддинг на тех словах, которые неизвестны, обучать нельзя, потому что это... Ну, Например, вот вы предложили одно из подобных потенциальных решений. Конечно, вас никто не заставляет его дообучать, потому что это на самом деле нетривиальная задачка, и там достаточно маленькая выборка, но попробовать можно, например. А можете, допустим, ну, я не знаю. Ну, хоть это взять другой эмбеддинг и оттуда их вытащить плохая идея, потому что тогда мы с вами структуру, скажем так, вот этого множества точек поломаем. По сути, у нас два распределения тогда смешаются, будет не очень хорошо. Ну, хорошо, это была маленькая ремарка в сторону первой лабы, пожалуйста, обратите на нее внимание, если вы еще не успели. Возвращаемся к Берту. Вот у нас краски паддинг. Вот у нас паддинг, и мы с вами можем видеть, что теперь у нас все доведено до длины последовательности 59. На всякий случай, краски токинаист у нас можно видеть, насколько у нас там менялись длины. Вот 20, 16, 45, 22, 7, так что доводить до длины 59 не очень хорошая идея, но ввиду того, что у нас все очень маленькое, давайте скрипя сердце скажем окей, хорошо, вот длина 59 у всех, даже у тех, у кого длина меньше 10, пускай будет. Ну и последняя часть, которую тоже нужно сделать, это взять маску и сгенерировать нам маску. Давайте на нее посмотрим. Вот наша масочка, в краске ее можно даже попробовать визуализировать. Ну вот как выглядит наши краски маски, мы видим, что у нас большинство, короче, самые длинные, их крайне мало. Окей? Так получилось. Ну а теперь давайте начнем строить это все и заставлять работать. Во-первых, из-за того, что все у нас на пайторче, нам придется использовать обвязку, точнее оборачивание в торч-тензоры. И во-вторых, обращу ваше внимание, мы используем дистилберт как предобычную модель, как фичи-экстрактор, поэтому нам не хочется его сейчас добычать. Что мы делаем? Мы замораживаем его веса, потому что мы не хотим с ним ничего делать. Это можно делать либо с помощью коротких оборачиваний в конструкцию типа выстрочный уград, либо какими-то другими способами, но в целом, пожалуйста, следите за тем, считается ли у вас градиенты под капотом или нет, потому что это серьезно сэкономит вам время. Итак, дальше, чтобы запустить что-то, мы говорим, модель, пожалуйста, возьми на вход нашей последовательности, которые уже переведены в последовательность индексов и паддингом приведены к фиксированной матричке, которую мы с вами только что видели. Вот ее размеры, 2000 на 59, 2000 объектов, 59 длина. И после этого подаем ему заодно attention mask. Причем, обращая ваше внимание, опять же, почитайте, что происходит, если вы не подадите к attention mask и так далее. И так далее, от этого зависит, на самом деле, поведение модели. Если attention mask не указать, то оно будет считать все со всем и могут иногда возникать некоторые проблемы. Что ж, а теперь, вот мы получаем какой-то output. Сейчас он чуть-чуть попыхтит, подумает. Я даже слышу, как загудели кулера. А давайте, пока он думает, посмотрим красную картинку, тоже, пожалуйста, запустите. Что у нас происходит? Вот у нас с вами краски, 2000 объектов на 66, ну в данном случае 59, потому что у нас чуть другой бач используется, токенов для каждого бача. И теперь мы с вами имеем вот такую матричку 2000 на 59 на 768. Почему? Потому что для каждого выходного токена, вектора, соответствующего одному исходных исходных токенов, мы имеем теперь 768-мерное представление, которое лежит на последнем слое нашего дистилберта. Почему нас интересует размерности? Просто потому, что, во-первых, нам оттуда сейчас придется все это вытаскивать, и, во-вторых, нас волнует с вами только информация, соответствующая токену CLS, который находится на нулевом месте, то есть для каждого предложения теперь нужен 768-мерный вектор. И все. Что ж, он закончил гудеть? Можем это теперь посмотреть. Last Hidden States у нас теперь размер с 2000 на 59 на 768. Почему здесь 0, можете спросить вы? Потому что вы можете обратить внимание, какой на самом деле размерностью обладает Last Hidden States. Видите, что это тупол. И можно посмотреть на первую часть. Скорее всего, она будет пустая. Да. Тут я сразу, наверное, оговорюсь, зачем я сделал такое странное действие и что вообще происходит. Помните, что у нас с вами в моделях типа трансформера и вообще в Бертах есть множество энкодеров, правильно? И каждому из них соответствует какой-то выход, скажем так, в виде последовательности этих самых эмбаддингов с определенного слоя 2, 3, 4, 5 и так далее. Так вот, вы можете попросить Берт вам вернуть не только с последнего слоя выход, а со всех слоев выхода. Как это конкретно сделать в доках? Где-то здесь написано, я сейчас найду код, который делает, просто чтобы не сидеть и не дебагать этот код. Но в целом часто используется именно последний выход, если вам нужно классификацию, а если вы хотите, допустим, прикрутить Берт к Translation, то там возможно использовать краски выхода буквально с 2-3 слоев энкодеров, потому что потом он слишком сильно обуславливается и как-то на качество это позитивно не влияет, по крайней мере с теми данными, с которыми он работает. На самом деле можно его выкрутить так, что он заработает, но это требует некоторого созидательного, скажем так, труда некоторое время. Итак, давайте я в конце покажу, как получить выходы со всех слоев и не только с последнего. Они краски будут в этом тупле на первом месте. Пока что уже у нас только выходы с последнего слоя нашего энкодера и с ним будем работать. Ну а теперь мы что говорим? Хорошо, вот 2000 на 59 на 768. Нам нужно для 2000 объектов получить 2000 векторов размером 768, которые соответствуют нулевой позиции, которая соответствует CLS токену. Ну что ж, вытаскиваем, получаем фичи и теперь вот наши фичи. Можем на них посмотреть, можем опять посмотреть на них глазами. Почему бы нет? Ну, да, не очень информативно я бы сказал. Мы видим, что есть какие-то явные провалы на некоторых признаках, но почему-то это происходит, так сказать, сложно, да и понять тоже. А также давайте посмотрим сразу на лейблы, потому что мы с вами вроде как хотим решать задачу классификации. Лейблы у нас есть. Ну а теперь начинается уже не диплёрнинг, а вполне себе базовая машинка начала первого семестра. TrainTestSplit. Пожалуйста, все поделили на TrainTest. Возможно, вы хотите подобрать себе по сетке короткие оптимальные значения лог-регрессии. Возможно, вы не хотите, потому что я думаю, вы умеете это делать, вы делали первый ламп. Так что давайте просто запустим вообще дефолтную лог-регрессию. Она отработает примерно мгновенно, потому что 2000 объектов, 768 фичей, параметры дефолтные. И посмотрим на качество. 0,83,6% классификации на тестовом выборке. Ну, хорошо это или плохо. Dami Classifier дает нам 50%, так что да, 83,6% это неплохо. Вообще говоря, на этом датсете самый хороший скорб, который можно выявить, 96,8%, поэтому можно кратко-таки попытаться добиться этого качества. Но, в принципе, это не наша сегодняшняя задача. Это была скорее маленькая иллюстрация того, что можно делать с Distilberton из коробки, плюс, как раз, к ремарке к тому, что вы можете попробовать улучшить результаты самостоятельно, просто воспользовавшись, скажем так, биртом, Distilberton и какими-то временными ресурсами, которые у вас есть. А теперь я, как раз, предлагаю чуть-чуть пописать код самостоятельно и внезапно решить ту самую задачку, которую вы видели в первой домашке и именно посмотреть на токсичность тех самых твитов, с которыми мы работали и попытаться решить ее лучше, чем было в семинаре. Ой, простите, в первом домашнем задании. Ну, тут сразу вопрос ко всем. Поделитесь там голосом или в чате, какой максимальный рукав смогли там получить? Ну, или F1, или как вы, в каких попугаях вы измеряли качество? 0,88. 0,85, 0,88. Кто-нибудь за 90 шагнул? Ну, так, на всякий случай. Прием. 0,85 тоже. 0,85. Хорошо. что ж, давайте теперь посмотрим, что мы сможем сделать с помощью модели Distillbert, просто из коробки, вообще не задумываясь о том, что конкретно, не задумываясь над файн-тюнингом, каким-то подбором гиберпараметров и так далее. Давайте попробуем. Что ж, сейчас я предлагаю всем чуть-чуть сфокусироваться на написании кода, потому что, почему бы нет, но если вы достаточно сильно устали, на самом деле уже почти 10 вечера, а у кого-то вообще глубоко за полночь, давайте вы сами сейчас решите, либо мы с вами потихоньку вместе пишем код, либо я, в принципе, пишу код и комментирую, ну или как-то еще. Давайте, ваше предложение. Прием. Ладно, я так понимаю, проголосовать можно просто, кто за то, чтобы самим типа код писать. Плюсик, сейчас не знаю, поставить. Спасибо. Ну что ж, давайте просто быстренько этот код набросаю и накидаю вам в чат, чтобы всем было проще. Кем, кто хочет самостоятельно писать код, пожалуйста, это абсолютно приветствуется, только почему будет. Это, с одной стороны, не честно, потому что тут, соответственно, более прошаренные токенайзеры. В смысле? Ну, а, токенайзеры, да, токенайзеры более хорошие, но смотрите, еще раз говорю, мы не смогли бы использовать те токенайзеры, которые были, потому что тогда мы с вами не сможем действительный берт использовать. По сути, токенайзеры я предлагаю использовать именно как какую-то отдельную, скажем так, точнее отдельную, а наоборот, неразрывную сущу с самой моделью, потому что, ну, предоброводка данных это серьезная часть пайплайна, который у вас есть. То есть, та же самая предоброводка данных для тех же самых линейных моделей, это крайне важно, и, допустим, без отбора там сильно коррелирующих признаков и их исключения можно получить странный результат. Что ж, вот все, токенизация прошла, если хотите, можете перегнать его на GPU, я, пожалуй, это сделаю просто, чтобы это сделать, почему бы нет, если не хотите этого делать, можете запустить все на, опять же, своем локальном девайсе, чтобы все работало, в смысле на CPU, чтобы увидеть, что оно тоже работает. Девайс, потянул с GPU, да, работает. Ну и теперь давайте инициализируем себе модель. У нас уже с вами она есть, вот она, где-то там на верху была вытащена, поэтому у нас просто есть некоторый девайс, фу, некоторая модель, мы можем что-то сказать, модель это что? Это model class from pretrained pretrained weights. В данном случае краски model class это и есть distilbert из PyTorch Transformers, который мы используем. И теперь нам нужно сделать с ней две вещи. Во-первых, давайте перегоним в режим evaluation, чтобы не дообучать и чтобы она как-то оптимизировала свои собственные операции и переехала на GPU. Да, если вам давайте кину код на всякий случай, чтобы просто единственный код, который я написал, на самом деле, это четыре строчки и они уже вас ждут в чате. я думаю. Все перегнали. Вот мы можем видеть краски его структуру под капотом, но я думаю, это не то, что сильно уявляет. И теперь можно краски сделать две вещи. Во-первых, я вытащу себе еще TQDM, чтобы нарисовать красивую картинку. Во-вторых, на всякий случай это чисто моя подстраховка, почему-то она иногда падает, я почищу кэшкуды. И в-третьих, я вам предложу сейчас запустить все это дело ровно в том же виде, в котором мы это видели только что. Вот, как мы там с вами его запускали. Тра-та-та-та-та. Усторочный уград. Вот, пожалуйста. Attention mask у нас с вами уже построена. Вот она. Можем все делать. Предлагаю сейчас делать вот такую странную вещь. Так, как раз киту device предлагаю вам запустить этот код и посмотреть, что получится. Я, наверное, на 10 секунд заторможу, чтобы просто вы сами проверили, что получится и поделились своим мнением легитимно ли то, что происходит вообще. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что же тогда будет. Оно, в принципе, упадет в обморок, так что ладно, уронить не получилось. Так, вот что вы могли увидеть, а именно, пожалуйста, не пытайтесь запихнуть сразу весь тот датсет, как мы с вами только что сделали в BERT и на GPU, потому что то, что мы с вами не делили все на бачи и сразу все обработали в том маленьком игрушечном варианте, это лишь следствие того, что мы выбрали с вами крайне маленький кусочек данных и в принципе и в принципе данные крайне короткие. Поэтому хорошая идея это все-таки использовать разбиение на бачи и кратко посмотреть на то, что происходит. Давайте я вам тоже кусочек кода скину. Куда его лучше, в Telegram или в Zoom? В Telegram лучше в Telegram конечно. Да, именно поэтому. Тогда все в Telegram. Так, предыдущие сниппеты наверное тоже нужны? Или уже все в порядке? У-ха. У-хм. 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 все те блоки кода которого могут понадобиться вы увидели короче мы просто-напросто все обрабатываем последовательно потому что по бачам потому что иначе у нас место кончится ну и после этого всего мы с вами можем просто-напросто посмотреть на то что будет на тесте для этого нам нужен точно такой же блок кода но для теста просто на тесте у нас тоже какой-то набор из 500 текстов их надо как-то классифицировать и мы с вами краски можем видеть как он выглядит output тест это что это лист чтобы все привести обратно форму матрички чтобы мы могли с ней уже логистической регрессии работать давайте воспользуемся ужасной магией функции нам по его стек и как-то сделаем так это у нас трэнфе час это п.в. ст.к. output train тест соответственно этот тест но после чего мы можем запустить ту самую волшебную логистическую регрессию увидеть что уже скорость коробки у нас 087 и курсе и в принципе нарисовать себе кривую после чего все упало почему все упало что случилось где маутпу то сделали train проба train проба тест проба почему тут сломался тысячи что вообще произошло фишес вы тоже наблюдаете такое поведение коллаби вроде нормально запустил коллаби запустилась текст 500 ты что взял тоже 500 а я понял в чем проблема это остатки из прошлого скажем так вот наконец-то все было абсолютно маленькая бага к сожалению пришлось несколько поискать но в целом из коробки получилось без какого-либо вообще подбора чего угодно получить теста ок 0.95 а если чуть-чуть подобрать гиперпараметры то можно выкрутить еще и больше вывод на самом деле простой transfer learning это то что сначала сотрясло компьютерное зрение теперь уже сотрясло нлп и обработка естественного языка и берд как раз таки был по сути наиболее таким серьезным шагом в сторону того чтобы использовать transfer learning теперь уже максимально широком смысле а кто будет дальше вопрос на самом деле открытый и вопрос в том числе к вам потому что вы приближаетесь скажем так к переднему краю всей области искусственного интеллекта гиплеринга глубокого обучения машина и так далее поэтому дерзайте знать что ж в принципе семинар в обязательной части в наиболее скажем так части посвященной тому чтобы что-то там запустить посмотреть и сравнить завершен сейчас еще покажу как вытащить информацию со слоев внутри перта а в остальном пожалуйста ваши вопросы комментарии и сразу пока кто-то не убежал спасибо за внимание потому что уже десять вечера даже по москве это очень на самом деле ценно что вы готовы ищите даже можно вопрос да то как именно сделан дистилд берд что именно у него такого что там он меньше весит быстрее смотрите он получен с помощью процедуры дистилляции про которую мы с вами будем говорить где-то на подозревают так что двенадцатой лекции то есть это маленькая скажем так ремаркой не ремарка как спойлер будущего но в целом есть краски замечательная статья хинтона которая называется просто knowledge distillation который мы краски с вами разберем но и поговорим про то как делать чуть эффективнее если коротко то гипотеза крайне простая как нам взять большую сложную умную обычную модель и из нее получить больше знания которое позволит нам научить маленькую не такую сильную не такую умную модель до лучших результатов чем она научилась на исходной выборке на самом деле если вы посмотрите на скажем так задачи классикации то вы уже сможете понять о чем речь особенно если посмотрите на задачи многоклассовой классификации помните мы тот же сам не с вами классифицировали ну думаю помните помните там было распределение вероятности для каждого из объектов вот мы брали модель обычную и смотрели на распределение вероятностей какому классу этот объект принадлежит как оно обычно выглядело это распределение ну в смысле до того как мы что-то знаем априори но там не как выборочная вероятность по количеству объектов соответствующего класса моделька обученная я имею ввиду вот всем вы модель обучили и она у вас как-то работает ну какой-то нормально ну у нас там вообще ну короче как и скрещен распределение на десять классов давайте просто картинку софт макс просто юзают по логид мы все получаем давайте я просто покажу эту картинку наверное но ну ладно хорошо и причем тут это далее то есть какая-то интересная идея которые да интересная идея давайте вам даже код наверно запишу чтобы это точнее я сейчас код запущу чтобы это сделать а если идею хочется увидеть просто скажем так на пальцах то вспомните как у вас выглядят метки класса в оригинальном датсете это one-hot метки по сути или что то же самое у вас выражено распределение там каждый раз окей даже реализация это выражено то есть у вас сто процентов одному классу ноль процентов другим классом правильно когда у вас модель обучилась на данных она не настолько уверена в своих предсказаниях потому что она может видеть в четверке допустим кит черты семерки или единички если вы посмотрите на логид и соответствующие им вероятности то это там тоже отражается там уже будет видно что модель считается что данный объект допуспим ближе к классу 1 чем классу восемь хотя на самом деле это семерка и она считает чтоETA семерка это наиболее вероятный класс но допустим 4 1 единицы это более близкие классы а восьмерка и какая-нибудь пятерка совсем далекие классы а что отсюда можно какой вывод отсюда можно сделать в этих логидах содержится информация, которую модель, как ее обычно называют, модели учителя-ученик, teacher-student. Teacher — это большая модель, которая обучается на данных самостоятельно, а студент использует teacher как некоторую прокси, скажем так, как некоторые дополнительные линзы знаний. Так вот, когда учитель обучился на данных самостоятельно, скажем так, он просто научился выделять какие-то важные признаки и, в принципе, оценивать объекты, насколько они похожи друг на друга. Если же говорить про ученика, то здесь, наверное, я хочу сказать про что. Ой! Вот, давайте я сейчас какую-нибудь картинку нарисую. Так, 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 так. О! Замечательно! Я могу сюда как-то нарисовать, интересно. Давай, пожалуйста. Не могу. О! Наконец-то! Я смог вытащить картинку. Вот, смотрите, вот, пожалуйста, те самые логиты. На самом деле, эта картинка является двойкой, но мы с вами видим, что модель, увидев двойку, при этом считает, что она похожа на тройку, почему-то на семерку, почему-то она так решила. Хотя двойка на семерку, правда, похожа. Там вот эта загогульная есть. И почему-то совсем на единицу. Совсем чуть-чуть. Так вот, когда студент учится на не просто метках класса, а на аутпутах тичера, учителя, он больше информации получает с каждого сэмпла данных. Потому что он видит не только, какой правильный класс, он вообще видит, на кого он должен считать похожим тот или иной объект. Это совсем на пальцах. А за счет этого как раз-таки можно на меньшей модели, скажем так, получить лучшие результаты. Ну, мы на самом деле с вами про это почти целую лекцию будем говорить, так что это был совсем короткий, скажем так, короткая ремарка. Если вам хочется понять, что конкретно там происходит, то у нас в репозитории есть, по-моему, даже статейка про Distillbert. Давайте я проверю, точно ли она там есть. Да, вторая ссылка в ритме, про него можно почитать. Да, вопрос? То есть, получается, большие модели как метод увеличения датасета? Нет, большие модели как метод извлечения информации из датасета. Там, короче, идея такая, что большая модель, за счет того, что она большая, у нее больше шансов найти какие-то правильные, скажем так, признаковые представления, на которых она будет хорошо работать. У маленькой модели этих шансов сильно меньше. Это еще неплохо так согласуется с недавним, уже не совсем недавним, но, тем не менее, достаточно релевантным и актуальным исследованием, которое называется Lottery Hickety Hypothesis, короче, гипотеза в лотерейном билете, которая показывает, что на самом деле построение, обучение качественной модели, это во многом случае игра в лотерею, ну, окей, не игра в лотерею, но это во многом случае везение. И, короче, если удастся, скажем так, найти какое-то полезное признаковое представление где-то внутри сети, то все решится. Если не удастся, то не получится. Чем больше модель, тем больше у нее шансов найти это признаковое представление, поэтому тем лучше они работают. А когда мы с вами используем большую модель, чтобы ее использовать в качестве некоторого, скажем так, источника дополнительных знаний для малых, мы повышаем ее шансы выучиться на малом датасете, будучи проще. Но это совсем на пальцах как-то так. Если вам очень хочется, я вам даже могу слайды сейчас на эту тему открыть. Да нет, вроде все понятно. А, в целом, вот, я как раз открывал статью. Вот эта статья 2015 года. Это просто 8 страниц, я не знаю, концентрированного знания. Я вам крайне рекомендую его прочитать хоть сейчас, хоть сейчас, хоть когда. Всего 8 страниц, но польза от этой статьи, наверное, ой, больше, чем от многих статей, в принципе, которые публиковались. Когда-либо. Ну, потому что это просто классно, коротко, очень емко и очень полезно, понятно и так далее. Тут почти нет формул, но, тем не менее, это абсолютно красивейшая и класснейшая идея. И на семинаре, и на лекции, семинаре по деселяции мы тоже про них как раз поговорим, но это будет чуть просто позже, когда у вас будет чуть больше, скажем так, багажа, куда это можно применить. Вот, как-то так. Так, еще вопросы, пожелания, комментарии? Можно небольшой технический? Что вы поменяли в рок-ривое, чтобы оно заработало, что у меня... А, смотрите, там опечатка, там вместо train features, которые мы как раз на этом датасете сделали, стоят features, которые из предыдущего, которые по sentiment analysis. То есть это просто вот в этой строчке конкретно опечатка. Я ее поправлю в репозитории. К сожалению, она туда просочилась. Спасибо, теперь построилась. Ну и вот. Ну и в целом я подозреваю, что этот score как минимум сопоставим с тем, что удалось получить домашки. А учитывая, что мы его получили просто, по сути, запустив какую-то модель, причем мы знаем, как она работает теперь, это радует. Что ж, давайте еще какие-нибудь пожелания есть? Я сейчас, наверное, покажу, как вытащить оттуда. Информацию с промежуточных слоев. И на этом предлагаю тогда завершать работу. Душевско. Да, прошу прощения, если просто, если вы не говорите, то лучше микрофон выключайте, штука и под запись пойдет. Если есть вопросы, конечно, пожалуйста, их задайте. Итак, 3-2 раз. Окей, давайте тогда скажу, как вытащить оттуда hidden state. И вот, это надо сказать еще при конструировании краски модели. Нужно создать отдельный конфиг краски ppb, distilled bird config, from pre-trained. И мы говорим, где взять веса. Плюс просим выдавать нам hidden state, которые доступны в промежуточных слоях, скажем так. Это можно, как раз, посчитать кучу доков, которые здесь есть. И здесь вы, как раз, теперь можете увидеть output, допустим, нулевой. А, я понял. Просто example нам нужен. Вот краски. Нулевой example. Это будет та же самая сущность, которую мы уже с вами получали. Это тот же самый hidden state для нашей последовательности. 116, это размер бача, 768 представление. Но также мы с вами можем посмотреть на example 1. И там опять получится tuple. Причем tuple длиной, как вы уже можете догадаться, краски 7. Почему 7? Ну, потому что краски в distilled bird у нас с вами 7 слоев. Где-то там. Вернись. А, тут не написано. Ну ладно. Короче, все краски output, которые мы с вами хотели бы получить, допустим, вот example 1, 7, 6. Вот что-то, вот с предыдущего слоя энкодера, вот с предыдущего слоя энкодера, вот еще с предыдущего слоя энкодера, ну и так далее. То есть, если вы хотите что-то получить, всегда можете попытаться это сделать. Опять же, весь этот ноутбук я вам сейчас скину, так что этот сниппет кода я, наверное, уже не буду кидать. Напишу комментарий, что здесь происходит в последней части кода. И теперь второй призыв – задавать вопросы, комментарии, пожелания. Прием. Ну что ж, если вопросов нет, то, наверное, можем на этом заканчивать. Я, как всегда, нахожусь здесь до последнего вопроса. Так что, если вам есть что-то сказать – welcome. Если вы там какой-то код пишите, тоже, пожалуйста, не стесняйтесь. Можно вопрос по коду? Почему example1? Да, конечно. Было там hidden layers 0. Что-то такое. Почему не example0, и, соответственно, какой-нибудь… А, смотрите, смотрите, что здесь вышло. Example, вот, example – это, в принципе, это что такое. Это как раз таки… Так, куда ты вообще выскакал? Example – это tuple, у которого длина 2, по умолчанию. Потому что на нулевом месте краски example0 – это выход с последнего слоя, но просто потому, что это как бы общепринято. То есть example0, точнее, выход из берта – это tuple, где первый элемент – это всегда, условно, выход с последнего слоя, который вы можете использовать для чего хотите. Но если вы хотите использовать выход из промежуточных слоев и попросили об этом явно, вот здесь, то краски, они у вас тоже есть, и они лежат во второй части этого tuple. И краски – это, опять же, тоже tuple, потому что у вас слоев этих много. И в этом краски можно увидеть. Ну, допустим, можно провести вот такой вот интересный эксперимент. Example0. Пожалуйста. То есть выход с последнего слоя – это и есть выход с последнего слоя. Torch. AllClose. Вот. То есть example1.6 – это то же самое, что example0, потому что это и есть выход с последнего слоя. И вот у вас выход из всех слоев. Седьмой слой – последний, поэтому вы из него все и получаете. Ловили? Да. Отлично. Что ж. Ведь это просто для удобства сделано, чтобы нулевой сразу выдавал то, что нам нужно на выходе. Да, потому что в 90% случаев вам понадобится именно выход с последнего слоя, потому что почему вы в сверочных сетях обычно используете выход как бы из всего бэкбона, из всей предобычной сетки, а не откуда-то из середины. Потому что вам нужны информативные признаки. Берд дает то же самое. Если вам вдруг хочется получить что-то промежуточное, допустим, в той же самой задаче машинного перевода может быть полезным использовать промежуточные слои, потому что для перевода они могут быть более информативны, скажем так. Вы можете об этом попросить. Ну а почему так сформулировано? Потому что так написали, как бы и так удобно. Я думаю, тут никаких идейных ограничений нет, можно писать по-разному, но это вполне себе согласуется с тем, допустим, как различные RNN-ки в торче написаны. Там в краске тоже возвращается. Или последний хинстейт, а если вы хотите всю последовательность хинстейта, вы тоже можете ее получить. Итак. Есть ли нам еще что обсудить? Окей. Тогда я, по крайней мере, выключу запись. Всем, кто смотрит это в записи, спасибо за внимание. И до новых встреч.